Воскресенье Потом идут на речку и из речки воду пьют. Воду в хобот набирают и на спину поливают. Весело купаются, в речке полоскаются. В зоопарке круглый год слон такой большой живет, и у клетки в воскресенье собирается народ. Слон подходит очень близко, детям кланяется низко, хоботом банан берет и кладет в открытый рот. И редиску, и морковку в рот положит очень ловко. У слона довольный вид и хороший аппетит. Только плохо, что спасибо никому не говорит. А бывает слон домашний. Дома он совсем не страшный. На спине бананы возит, в хоботе деревья носит. Как на лошади верхом ездят мальчики на нем. Даже девочки садятся, потому что не боятся. И артистом слон бывает, если в цирке выступает. Там катается на шаре и смешно танцует в паре с нюклюжим мишкой в розовых штанишках. Все слоны спят ночью стоя. Это дело непростое. Если ляжет слон в кровать, он с нее не сможет встать. Рядом стоя спит жираф. Ты его не спрячешь в шкаф, потому что для жирафа у тебя не хватит шкафа. Ну, а ты ложись в кроватку. Завтра утром встанешь рано, быстро сделаешь зарядку, ручки вымоешь под краном, будешь с мамой вместе кушать, будешь на ночь сказки слушать, потому что эти сказки в дом приносит Бонеласка. Самый добрый сказочник на свете. Только ходит он к послушным детям. За окном серый кот Возле дома где-то бродит, То уходит, то приходит, колыбельную поет. То уходит, то приходит, Про слона тебе поет. Много дел у слона, Утром встал он очень рано, Целый день возил бананы, И теперь болит спина. Целый день возил бананы, И теперь болит спина. После ужина слон попрощается с соседкой, Спать пойдет в большую клетку, И ему приснится сон. Завтра рано вставать, Попрощайся с Бонелаской, Закрывают дети глазки, Рома тоже будет спать. Закрывают дети глазки, И Илюша будет спать. Закрывают дети глазки, И Светлана будет спать. Закрывают дети глазки, Ксюша тоже будет спать Закрывают дети глазки Будет спать